Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани меча». За прошедшие дни состоялись товарищеские матчи сборной команды России. Да, соперники были сложные, соперники были, наверное, одни из лучших, но оттого и нам было приятнее смотреть на игру, ну, по крайней мере, может быть, соперников, а не нашей сборной. Состоялись матчи чемпионата России, впереди Лига чемпионов, Лига Европы. Обо всем об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Кириллом Узалевским, Евгением Воронином и Константином Щербиненко. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Бразилия 0-3, матч прошел в Москве, полные трибуны. Ну и Россия и Франция 1-3. Мы смогли забить французам в двух матчах один мяч, но пропустили шесть. Друзья мои, какие общие впечатления от того, что мы с вами увидели? Кирилл, мы видели футбол. Я увидел неплохой первый тайм с Бразилией, если тайм не изменяет. Да, потому что мы же во втором все пропустили. Да. Помните, да, просто давно уже было. Да. И первый тайм в исполнении нашей сборной был неплохой, я утверждаю. Это то, что касается позитива. Во всем остальном мы увидели оборону, какая она у нас. И мы предполагали увидеть беспомощное, неповоротливое против топ-игроков, с которыми мы встретились. Но не факт, что она будет действовать лучше с другими командами. Мы увидели большие проблемы в средней линии поля. Ну а наибольшая проблема у них все-таки представляется в атаке, где при отсутствии вариативности тренерский штаб практически лишен какого-либо маневра. И вынужден будет играть по одной схеме, отталкиваясь только от себя, а не отталкиваясь от соперника. А при нашей уровне игры все-таки мы должны отталкиваться от соперника, думать, как играют они. Ну так что, не знаю, будем посмотреть. Все печально. Все печально. Жень, очень на протяжении долгого времени оборону сборной команды России составляли игроки ЦСКА. Братья Березуцкие и Игнашевич. И братья Игнашевич. Да, сколько, не знаю, там, 15 лет они защищали рубежи. И что, за 15 лет мы не нашли обороны? Нет, я тебе хочу напомнить все-таки, да, действительно, может быть, в нынешней ситуации, которая складывается в сборной, да, из-за череды травм, В принципе, я думаю, и братья смотрелись бы неплохо. Но, нет, я думаю, что смотрелись бы неплохо. Это мое мнение, ты спросил, я высказываю. Но, однако... Мое мнение неправильное. Ну, кто знает. Но я хочу сказать, что... Матч с Ростовом показал. Матч с Ростовом ничего не показал. Ну, ладно, мы перед тем об этом поговорим. Да, еще об этом. Вот. Вот взял ты меня с хорошей мыслью сбыл. А я сбил со следующей. С хорошей мысли невозможно здесь. Со следующей мысли, да. Ведущей у нас. Нет, нет. Я прям не знаю. Даже нет. Ну, когда приходили братья в сборную, да, это было там 2002-2003 год. Их тоже называли и оловянными, и деревянными, как только их не склоняли. И поэтому, я думаю, что нынешняя молодежь, которая сейчас играет в обороне, я думаю, это, наоборот, будущее России. Которую, может быть, и в 10 лет они заиграют за сборную. Я имею в виду защитная линия, да, мы говорим о защитниках. Вот. Просто Сергей предлагает Рыкова. Ну, Рыкова тоже уже, наверное, завтра 44 или сколько ему исполняется? Нет? Ну, сколько? Моложе, по крайней мере, Березунский. А, помоложе Березунский. Ну, нам тоже, опять же, смотря на что, если мы претендуем... Кто молодый? Кутепов? Единственный, кто молодой, это Кутепов. Да? Ну, это единственный молодой. Ну, поменьше ему. Ну, Джекет, Джекет тоже довольно молодой, но он равный. Олег, понимаешь, там проблема еще какая была, раз о защитниках начали говорить. Я не понимаю... Ну, раз мы 6 пропустили, о чем говорить? Об атаке? Я тебе расскажу, почему. Почему тренер решил играть с тремя центральными защитниками? Если, допустим, те же, ну, даже армейцев, если позвать, я не знаю, армейцы играют с тремя? Тремя, конечно. Играют, ладно. Ну, их не было, да. Остальные. Нет, тем более против таких сборных, да, в Бразилии, атакующих сборных. И это очень тяжелая такая схема, то есть, надо ее наигрывать, да? Так мы играли в 5 защитников. Вот почему? Ну, а как? А сколько это было? В 7 защитников? В 5 и 2 опорных. В 2 игре. Саметов был защитник? Ну, Саметов вообще крайний. Они играли вингеров, они практически защитные функции на них. Что Камбаров, мы же говорили, какой из них? Ну, поэтому мы пропускали, может быть, это по-другой схеме. Ну, центральных защитников должны были сдерживать такие сборные, как Бразилия, как Франция, перед этим Испания, Аргентина. Играли с такими сильными командами. Ну, с граундами надо отдать должное. Ну, вот я и говорю. Не, а ты заметил, когда перестроились, где-то во втором тайме начали выпускать уже со Францией, кажется, да? Уже немножко оборона стала более-менее так отбиваться. Потому что именно вышли защитники, да, вот Рауш вышел, который действительно защитник, и помогал. И два центральных осталось, и с края играл, напомните, кто там с того края, с левого играл из защитника? Жирков. Жирков, да, Жирков играл. Нормально мне, мне больше понравилось. Жиркова тоже закрыли. Я имею в виду второй тайм. Второй тайм с французами? Да, нет, а уже до 30. Надо решать как раз семиминутные задачи. О чем портим? И во втором тайме, кстати, да, в сборной тоже были же моменты. Да, но чтобы дойти до финала, это одна игра. Или даже один тайм со сборной Франции. Ну что? А чтобы дойти до финала, надо сколько? Шесть игр с играми? У вас еще геморитическая передача или аналитическая? У нас телефонный звонок нашего телезрителя. Добрый вечер. Алло. Да, вечер добрый, уважаемый. Ильдар не спокоит. Ну, во-первых, спасибо за то, что трансляцию восстановили. Мы старались. Да, спасибо. И по поводу сборной. Да, вот послушал вас. Ну, не то чтобы не соглашусь, скажу так, что вот оценили там по первому тайму мы играли вроде бы неплохо. Да мы это... Нам позволит так играть, что показалось, что играли вроде бы неплохо. Вот, по итогу, по итогу мы пропустили шесть мячей, да, в двух этих матчах. Да. Благо, наши защитники не играли, я имею в виду защитников ЦСКА. И вот хочется теперь спросить, где другие защитники? Где те, кто, скажем так, кричал в отставку всех, там, я не знаю, все пенсии армейской давно пора. Где замена, ребята? Где ваш хваленый Кутепов, Джеки, там, про Джеки травма? Где? Я обращаюсь к болельщикам Спартака, которые больше всех возмущались, что пора отправлять. Вот и результат. Вот и результат. Ну, сейчас, вот вы сейчас со мне два обсуждали. Ребята, нету у нас сборной. И в ближайшее время не будет. Другой вопрос, еще один. Помните, одно время у нас была Россия-2? Да. Какая-то там, лет, я не знаю, сколько там, назад, вроде бы тоже, как экспериментальная она была какая-то, как угодно. Где потенциал? Как мы будем играть на чемпионате мира, непонятно. Федор Смолов, которого сейчас хвалят, вы посмотрите, что он на камеру заявляет. Слышали, да, наверняка, вот это, кстати, сейчас на него хотят, там, ну, как-то разбирательство какой-то заводит. Стыд и позор. Вот такое мое мнение. Спасибо. Спасибо. Соглашусь с Эльдаром, да, немножко, это. Вы посмотрите, сколько лет игрокам Франции. 21-22. Практически вся сборная Франции, это молодые игроки, которые выходили с нами играть. Вы вспомните сборную Франции еще несколько лет назад, когда они из группы не вышли, когда они вообще на чемпионат не вышли. Нет, Олег, Олег, я с Эльдаром не соглашусь, хочу заступиться за болельщика Спартака, потому что, не болельщики Спартака виноваты, а виноват главный тренер. Вчера, вчера, кажется, да, было интервью Черчесова, главный тренер. Да, вот я тоже смотрел. Ну, позавчера, да. На одном из каналов. Он что сказал? Я главный тренер, я за все отвечаю. Не надо мне сватать игроков, не надо мне говорить, как расставлять. Он действительно кто-то из, кажется, Ловчев даже, да, написал, что немножко такой наполеоновский, у него наклон. Авантюрный. Да, авантюрный. То есть, понимаете, он, не, но он понимает, я понимаю, что он главный тренер, он решать будет. И тем более, давайте скажем честно, что ему дадут это, сколько, два месяца он будет готовить, да, практически сборную перед чемпионатом мира. Ну да, да, да. Поэтому, может быть, что-то он там наиграет, может быть, кого-то и возьмет. Потому что он был на матче, вот ты затронул Рыкова, он был на этом матче, потому что сыграл там не только Рыков хорошо, там Иташаев очень классную игру показал. Может быть, кого-то присматривал. Сереж, извини, перебиваю, извини, перебиваю. А чего сейчас смотреть? Это надо было смотреть в прошлом году, не в этом. Тут остается два месяца до чемпионата, мы начинаем еще присматриваться. Ты не берешь эти матчи должны быть. А травмы, а сыгранность? Правильно, значит, был какие-то запасные варианты должны были быть у него. Запасные варианты у него должны был быть, но у него травмы даже получили после матча с Бразилией. Наигрывать команду, не подбирать состав. Почему мы опять думаем? После матча с Бразилией получили травмы игроки, и с Францией уже не было такого вариатива. Ну, хотя он там выпустил что-то... Сереж, ты спроси, грубо говоря, у тренера Бразилии. У него есть такие проблемы? А он скажет нет. У Франции есть такие проблемы? Нет. Мы знаем, Бразилия может 4 сборные выставлять. Ну, и Франция тоже, и все так сделают. Вот правильно... Ты смотрел Германию, да? Правильно, Олег сказал. Были раньше сборные, да? Даже вторая сборная, с которой можно было подтянуть. Потому что играют по той схеме. Я вас скажу, Германия, Бразилия, кто смотрел матч? Я смотрел. Все смотрели. Бразильцы практически тем же составом, что и с нами играли. Да, бразильцы выиграли 1-0. Но немцы, они никакой паники не было. Немцы действительно экспериментальный состав выпустили. И они даже написали... Они могут себе это позволить. Они в прессе написали, что половина тех, кто играл с бразильцами, они не будут на чемпионате, возможно. Ну, а их посмотрели, понимаешь, и привезли. У нас этого нет. У нас сборной-то нету. У нас 4 вратаря. У нас сборной нет. У Германии сборной есть. У нас не хватает нападающих, мы берем защитника. Кирилл, пока наши участники между собой спорят, давай мы тоже с тобой о чем-нибудь поговорим. Я все. Хорошо. Константин, включаясь в разговор, очень много говорят о том, что, да, Сергей сказал, предлагают Черчесову те или иные имена. В «Локомотиве» есть Денисов. Два. Два. Я тоже смотрел интервью Черчесова на одном из телеканалов. Можно сказать, что Черчесов вот уже заявил, что как таковой костяк есть. И он, в принципе, будет добавляться. Ну, одна-две позиции, может быть, что-то поменяется именно через два месяца. И это, если честно, настораживает. Как бы, какое давление бы не было сейчас на главного тренера, в принципе, вот в интервью он держался, как мне кажется, молодцом. Потому что реально на него такая критика была и давление со стороны ведущих, то, что я видел. Но, тем не менее, мы в четырех последних матчах пропускаем десять, забиваем четыре. И это, если честно, настораживает. И, ну, нет какой-то, знаете, такой вот именно симпатии сейчас как-то себя заряжать на эмоции. Правда, может быть, скоро наступит лето, и оно все придет, и что-то поменяется. Но вот если вспоминать сборную хидинга, да, того же, то сборная, в принципе, показывала достойный результат и перед Евро 2008 года. Потому что команда и товарищские игры хорошо играла. Ну, как мы в 3-0, по-моему, с итальянцами перед тем чемпионатом. Нет, ну, там, правда, не было вот именно вот таких вот спарринг-партнеров, если можно сказать. Здесь все-таки топ сборная Аргентина, Испания, Бразилия, Франция. Для чего? Для кого? Вот это вот непонятно, если честно. Потому что... А с кем, по-твоему, мы будем играть в четвертьфинале, в полуфинале, как не с Бразилией? С Аргентиной, Францией, Испанией. В финале мы будем играть? Ну, хотя бы в полуфинале. Ну, уж четвертьфинал и полуфинал. Сейчас это звучит смешно. Сейчас нам сборная Франции и Бразилии показала, чего стоит сборная России, да. Если тут вопрос, многие говорят, в защитниках, то, на мой взгляд, это не так. Ну, конечно же, во многом зависит от того, что и как и где. Ну, у нас, в принципе, нету той изюминки того человека, который может поменять исход встречи, там, одно-два касания. Такие, как, там, Криштиан Роналду в Португалии. Тот же самый Бапе во Франции, да. Ну, вот нету именно такой звезды, да, на которую все могли бы равняться. Я, честно говоря, с интересом буду наблюдать, что будет дальше. Ты будешь интересно наблюдать на то, что будет, и уже подбирать варианты, за кого ты будешь болеть после кругового раунда. Я понял эту историю. Ну, что ж, давайте подведем небольшой итог. Мне кажется, что мы все высказались, и телезритель наш дозвонился, и у всех мнение, что наша сборная пока сыровата. Я не могу сказать, что она плоха, что она бездарна, что она бесперспективна, но пока, пока мы видим, что она сыровата, и удастся ли Черчесову подготовить ее к чемпионату мира должным образом, чтобы, ну, у нас такая задача стоит, хотя бы выйти из группы. Как говорится, поживем, увидим. Ну, что ж, давайте переходим к следующей теме. К следующей теме. У нас чемпионат России, 24-й тур состоялся, много интересных матчей было, и зима у нас в туре, да, все такая настоящее, снежно, были результаты интересные. Ну, и давайте сами вспомним и нашим телезрителям напомним. Краснодар-Анжи, 1-1, сразу после этого матча состоялась отставка главного тренера Игоря Шалимова. На последней минуте пропустили. Обидно, досадно, но, как говорится, сами виноваты. Забивать надо. Ростов-ЦСКА, мне кажется, вне всякого сомнения, центральный матч Тура, по крайней мере, по вывеске, 1-2, армейцы сняли проклятие стадиона Олимп-2. Уфа, да, Уфа, Зенит 1-2, ну, Зенит победил и набрал свои три очка, которые, наверное, должен был набирать. Урал, Рубин 1-1. Урал открывал свою арену, да, где пройдет чемпионат мира, но победить не смогли. Спартак-Тосно, 2-1, чуть было не наступили на свои же грабли первого круга, но все-таки не дали Тосно забить второй мяч. Динамо-Арсенал, Динамо не проигрывает в начале, да, у нас сезона получается. Амкар-Локомотив, очень такой спорный матч. Ну, и Ахмат-СКА-Хабаровск, 0-0, в общем-то. И тоже отставка. Да, и тоже отставка УСКА-Хабаровск, тренер Павловску. Лидинов ушел 4 месяца. 3-4 игры, да, в общем-то провел и тоже ушел в отставку. Ну что ж, давайте начнем с матча Ростов-ЦСКА. Счет в этом матче 1-2. И, как я сказал чуть раньше, ЦСКА снял проклятие со стадиона, потому что 12 лет, да, ЦСКА не мог выиграть на этом стадионе и закрыл этим матчем, закрыл этот стадион. Ну, теперь, может быть, там, я не знаю, команда из... Нет, там СКА. СКА, да, будет играть на этом стадионе. Жень, скажи, пожалуйста, по игре, насколько ЦСКА готов был к этой игре после матчей сборной. Вот я этого тоже боялся, что мы обычно после матчей сборной проседаем немножко и игра становится такая скомканная. Ну, в этот раз не сказать, что мы... Ну, не, все-таки скажу, что мы были лучше. Ростова, скажем так, заслуженно победили. Да, может быть, это с везением, может быть, это... Да, удача нам была на нашей стороне, но я думаю, что... Ну, тут СМР, можно сказать, это сейчас четыре мяча забивают. Которые последние доигрывают здесь, да, в России. Да, к сожалению. Вот говорили о том, что... Или Ильдар, да, звонил, говорил, что спартакские болельщики виноваты в том, что Березуцкий, там, Игнашевичи и так далее, и так далее. Я посмотрел игру, я могу сказать, ребят, ну, все. Эпоха Березуцких Игнашевичей прошла. Ну, скажите им спасибо, ну, что... Да, мы скажем спасибо, вопросов нету. За сборную мы скажем им спасибо. За ЦСКА скажем. Но! Кто в следующем сезоне, учитывая, что Березуцк сказали, все, это наш последний сезон, Игнашевич, это наш последний сезон, с кем будет играть ЦСКА? Игнашевич, скажи, Женька, кто еще в клубе последний? Есть какие-то игроки? Да, да. Пока, знаешь, кто... Кроме Васина больного. Нет, кроме Васина больного, да. С Васиным, да. На бабки. Мы говорим про центральную. Про центральную. Нет, ну, братья тоже, они не всегда были центральными, да. Обидно, что Понтус уходит. Если Понтус, то Понтус мог занять место, хоть и воротах. Потом и на воротах, да. На воротах, да. Где он только не играл. Поэтому, да, действительно, здесь вот... На мой взгляд, где-то ЦСКА найдет условных Березуцких, новых. Понтус не уйдет, до матча с Динамо останется в команде? До матча с Динамо он точно останется. До лета, до лета он точно. Скорее всего, летом он уйдет. А почему вы сказали, что Березуцкий уходит? Пока такой информации нет. Я знаю, что как бы Игнашевич заявил, что он... Последний сезон. Последний сезон. Я слышал, что Березуцкий тоже вроде бы сказали о том, что, ну, последний сезон, ребят, все, говорит, мы больше не можем. Нет уже стимула. Самое интересное, что и Головина, скорее всего, заберут этим летом. Топ-клуб, потому что за ним реально набирают скауты. 100, по-моему, 8 лет. Или 110 на троих. Головину. На троих. Игнашевичу и Березуцким. В Аланаре вернется, я думаю. В Аланаре вернется. Значит, там матч показал. Есть телефонный звонок нашему телезрителю. Давайте пообщаемся. Добрый вечер. Ильдар. Еще раз вечер добрый. Ильдар, я вас беспокоюсь. Я сразу поправлю вас, уважаемые. Я не обвинял болельщиков Спартака. Это раз. То, что, да, там, почему... Я просто просил, где? Которые они кричали, там, давайте в отставку. Совершенно верно. Прошу не путать. Теплый с мягким. И по поводу жилья. Ты сказал, что, да, там, просили, не просили. А почему не просили, знаешь? Потому что минимум игроков было за сборную. Было бы побольше, был бы, считай, провал. А то бы травм было. Так что, братья, молодцы. И по поводу, кстати, вот, надеюсь, что сколько у нас получается в этом году, 18 летом, 9 игроков из основы вроде бы как контракт у них заканчиваются. Вот мне интересно будет, где все-таки Евгений Леонорович деньги возьмет, покупать и нападающего, опять же, и защитников. Ну, если только из, вот, как вы думаете, что из Урала у нас там Чаос играет, Чаос, как, кто же там играет кто у нас? Чернов. Наш воспитанник, который... Чернов, Чернов. Чернов, да, я надеюсь, что его хотя бы вернут. Так-то вот, а посмотрим дальше. И, кстати, вот, хочется сказать, еще по поводу чемпионской гонки, отечка локомотива, конечно, да, опять же, я красным-белым ссылаюсь, ну, все. Вот слушал одну спортивную радиостанцию, там весь эфир, закидывали звонками, все, чуть ли уже не чемпионы, там, и опять карьера, и все прочее. Не надо, ребята, давайте посмотрим. Еще мы далеко совсем не оторвались. Так что, а последний тур там будет, да, крайний Динамо-Спартака. Вот и посмотрим, как динамики побожат нам. Либо свинью нам, либо свинью-спартачам. Спасибо, спасибо большое. А если честно, если честно, я соглашусь с болельщиками Спартака. Почему? Потому что календарь Игорь, Игорь Спартака со всеми командами, которые находятся во второй восьмерке. У ЦСКА игры с тремя командами, из них две, которые находятся в первой четверке. Это «Зенит» и «Краснодар». Не будем забывать, там еще… Еврокубки. Еврокубки. Плюс еще… Восемь матчей в апреле. Восемь матчей в апреле. Я думаю, что у Спартака шансы больше. На что? Нагнать «Локомотив» и стать чемпионом. А в «Локомотив» уже никто не спрашивает, да? Ну, опять же… «Локомотив» мы спросим, когда будем обсуждать. У Спартака, если вспомнить, еще кубка его есть встречи. И, возможно, две игры максимума. Ну, если они пройдут, конечно, крылья. Ну, тем не менее… А сколько у ЦСКА? Тем не менее. С «Арсеналом» две. Потом с кем… Динамо. Да, после «Арсенала» с кем в полуфинале? А, это согласен. Да, есть такое. Да. Ну, что ж. Что еще добавить по матчу Ростов-ЦСКА? Я смотрю, кстати, эту встречу. Если честно, там была ошибка все-таки штрафной. Но это такой, мне кажется, игровой момент, когда нелепую случайность допустили. Защитники ЦСКА пропустили. Но можно сказать, что именно в атакующих действиях было видно, что ЦСКА додавит и забьет. Игнашевич стал проигрывать в воздух. Я такого никогда не помню, чтобы Игнашевич проигрывал в воздух. Березуцкие начали взмахи ногой, как в ансамбле песни и пряски. Но, тем не менее, Олег, один пропущенный мяч на выезде, наверное, это достойный вариант для таких защитников. Я понимаю, Ростов, конечно, не Бразилия и не Франции, но тем не менее. Давайте переходим к следующему матчу, чтобы мы успели многое обсудить. Это матч «Спартак-Москва-Тосна». Да, здесь болельщики «Спартака», наверное, очень переживали концовку матча. Помним и первый круг, и помним, что такое уже было. Кирилл, но по большому счету я не увидел за счет чего-то, чтобы Тосна какой-то напряг все-таки создал команде. Да, счет скользкий 2-1, но что сказать, чтобы «Спартак» отбивался и мяч на трибуну выносил, я этого не видел. Нет, дело не в том, что мы мяч на трибуну выносили, а дело в том, что мы не смогли легко победить на классе. И как раз в нашем случае очень был виден перерыв на сборную, особенно относительно людей, которые ездят далеко, бразильцев. Мне кажется, Фернандо опять успел лишний вес притащить, к нему просто липнет такое впечатление. И команда была абсолютно разбалансирована. Игровые связи, которые, видимо, еще достаточно тонкие, несмотря на второй сезон, они куда-то потерялись, они делись куда-то. Если бы не шикарный гол, если бы не потрясающий гол, который ввалил Фернандо, это, если не ошибаюсь, пятый или шестой гол прямой в чемпионатах, ну, я считаю, еще Еврокубки тоже, то нам пришлось сложно. А Тосна, он давил просто, понимаешь, недостаток исполнительского мастерства, не позволил Тосна создать что-либо большее. А так, игра команды, конечно, очень внушала опасения, она была очень ненадежной, очень нервной, с огромным количеством брака. В общем, на «Спартак» было не похоже, главное было взять в этом матче три очка. Ты мне позволишь, я вернусь к ЦСКА, мне не дали сказать. На мой взгляд, это была такая бестолковая игра. Абсолютно. Мне кажется, еще, возможно, из-за поля. Просто мяч постоянно вверху. Мяч прыгут, вот, я только хочу подпрыгнуть. Все бегали, табунул, туда-сюда, туда-сюда. Я бы такой же бестолковой игры не видал вообще. Пасы, я никогда не видел, чтобы столько пасов было головой. На расстоянии, там, я не знаю, два метра. И вот они бегают в центре поля. Согласен. По «Спартаку» добавить, что «Спартаку» вообще повезло в этом матче. Потому что вот этого «Чудо гола»… Там кто, Юрченко стоял, на воротах, по-моему. Нет, Давид, да. Давид Юрченко. Забил кто? Фернандо? Да. Фернандо. Фернандо, да? У него была желтая карточка. И на 37-й минуте он сносит игрока. Судя ему не дает вторую желтую. Хотя там чистейшая желтая. Там чуть ли не красная. Нет, нет. Там желтая. Желтая, но она вторая должна быть. И судья улыбался, понимал, что ну как, вот сейчас на 37-й минуте ломать игру на открытии арены. Понятно. И тогда бы уже игра была совершенно другая. Тогда бы Фернандо... Я не говорю, что «Спартак» может быть и выиграл. Может быть там еще кто-то забил бы, но... Но вратарь. Первый мяч, да? Ну, со штрафного. Да, шикарный удар, шикарный. Но куда Юрченко чуть ли вышел, чуть ли не к 11-метровой отметке. Как он собирался отражать отметку? Ну и второй... Я думаю, он ждал навес. Ты вспомнишь, как он спасал. И он спасал тоже. Такие моменты были, извиня меня, такие прям очень-очень галилые. Ну если ты спасаешь, то уж... Ну такой вратарь, понимаешь? Ну нет у нас, кроме Акинфеева, детей вратаря. Я же писал, что второй Джанаши. Ты посмотри. Вышел второй вратарь на матче с Францией, ты видел, какую плюшку он пропустил. Между ног? Да. Две плюшки. Друзья мои, ну между ног пропускают все вратари. Все вратари. Как он пытался отбить Месси. Даже от... Ну просто как он хотел отбить мяч, вот вопрос. Да. Пропускают все. Смотрите, да, давайте немножко еще вернемся, или вернемся в будущее. У Спартака реально сейчас по календарю игры со слабыми командами. Нет никого. Ни Краснодаров, ни Зенитов, ни Локомотивов, ни... Ну даже вообще, я не знаю. Знаешь, Оляк, а мы более-менее одинаково играем, что с низом, что с верхом. Абсолютно. Я сейчас не могу привести статистику, но более-менее равный. Спартака без разницы. Кем играть? Команда играет от себя в данном случае. Если прет игра, обыгрываем там Зенитов, обыгрываем ЦСКА. Не прет игра, а вон с Тосно Горниичью катаем всю дорогу, да. Так что я не считаю, что это большое количество преимуществ Спартака. Преимущества действительно есть в отсутствии Еврокубков. У Спартака нет побед как раз с командами из нижней восьмерки, там с форой в два мяча, в три мяча, да, там всегда матчи именно такие напряженные. И в принципе, по золотому прошлому сезону у Спартака были встречи, где они забивали чуть ли не в концовках встреч практически, там за 10-5 минут. Чемпионская игра, правильно, забивают. Тут такой же именно сейчас идет игра, как и у Локомотива, ну, по крайней мере, до игры с Амкаром. Если честно, я был на первой игре с Амкаром, когда был домашний, но реальный матч, когда там проиграли. Ну, дойдем еще, скажу, но то, что сейчас творится в нашем чемпионате России, возможно, ну, это последние сколько, два года, три года идет вот такое вот именно за чемпионский титул напряженное действие. Но у Локомотива, я скажу, тоже график достаточно... Тем не менее, если не ошибаюсь, да, в конце, по-моему, матч с Зенитом. Да, и Краснодар будет, и так далее. Давайте переходим к следующему матчу, и это матч, вне всякого сомнения, даже не матч Тура, это матч всего чемпионата. Боже мой. Динамо Арсенал. Динамо Арсенал. А Дзюба-то забил вроде как, да? Сколько игроков в сборной было в этих матчах? Ну как? Тренер был. И тренер был на вашем матче. И Дзюба играл. Дзюба изобили. Рауш, будущий игрок Рыков. Рыков как ударил. Да. Нет, я... Калазушка. Он летел там точно. Да, был тренер на трибуне. Мне просто понравился сам матч. Действительно, вот именно в этом матче Хохлов собрал тех вместе. Вот они первый раз сыграли в оптимальном практически составе. Даже вышел Панченко. Он мне не приглянулся. Да, наперед скажу, что Панченко был самым слабым звеном в этих 11 человеках. Он не забил пенальти? Но! Он молодец. Я понял Хохлова. Я сначала, конечно, переживал, ругался. Но чего же он его не меняет? Ну, не идет. Видно, что парень пока не в своей тарелке. Но он действительно оставил для того, чтобы вот тут уверенность произвел. И даже сегодня читаю, динамовцы все согласились. В принципе, правильно, что он дал ему бить пенальти. Именно Панченко. А он забил? Нет. Он не забил. Да, и сначала там все, конечно, бушевали. Ну, как же так? Вот 2-1, 3-1. Мы спокойно бы доигрывали матч. А потом болельщики поняли, что действительно он, мне кажется, и Хохлов ему и сказал бить пенальти. Чтобы как-то парню уверенность передали. Уверенность через матч, разумеется. Да, потому что в этом матче, помимо пенальти, у Панченко было два очень отличных момента. Практически стопроцентных. И он раньше их на ура реализовывал. Сереж, а он плохо пробил пенальти или вратарь отразил? Ну, практически по центру вратарь. Не так сильно. Он же бил, у него удар-то хороший. А здесь видно из-за крестов. А кто бил пенальти? Когда он прям вратарь стоит, он такой раз, пробил пенальти. Это я не знаю. Руки прям, он просто вот прям вот раз, поймал мяч. А так по игре, по игре. В какой-то игре. Потрясающий матч. Лучшим игроком практически «Динамо» призвали действительно Рыкова. Потому что он и почищал его в обороне, и мог забить прекрасный гол. Братаев будет еще. Рыков, конечно, моторика. Нет, он заводил, заводил. Да, мы говорим, это моторика. Он мощный игрок. Мощный. У него очень мощный игрок. Он еще вспоминали, даже я радио потом слушал, там не знаю, кто комментировал. Он говорит, вспоминали Горлуковича. Да, есть какие-то ассоциации. Когда его сбивают, он встает, говорит, какой номер. И вот такой же Рыков. Он, в принципе, помнишь, снежками вот это. Да. Невозмутимый человек. Он сибиряк, да, из Иркутска, кажется он. Вот. И по игре хочу сказать, что по игре команда, конечно, смотрела очень хорошо. Была, ну, подавляющее было преимущество. Вот этот нелепый гол, в принципе, одна атака. Камбаров навесил на Дзюбу. Дзюба сбивает голову. Вот такие забивают. Рыков как раз убежал. Здесь произошла ошибка. А так, в принципе, моментов было много. Одна победа у Динамо, и Динамо в восьмерке первой. Ну, практически, да. Да не практически, а так есть. Не, ну, сейчас... Сейчас такая плотность внизу. А, Миша, Олег, там тяжело, потому что у многих разное количество игр. И поэтому... Не, ну, это да. Не, 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 не сыграли 6 команд, не сыграли 23-й тур. А, у него команди в том числе, да? Да, да, да. Я забыл, простите. Четыре команды, четыре не играл. Да, нет, восемь. Ну, кстати говоря, у всех остальных претендентов, которых я говорил, у них 24 сыгранных матчей. Поэтому все шансы войти в первую восьмерку. В случае... Не, ну, это... Да, у вас же тоже 23. Шанс есть, да. В случае победы у Динамо. А, чем мне этот матч, в общем-то, да, понравился? И не только, кстати, этот. В том числе и матч, о котором мы будем сейчас говорить. Это, да, эмоции, тренерские эмоции. Да, мы переписывались, говорили о том, что как радовался тренерский штаб Динамо этой победе. Ну, там тренеры-то кто? Там Евсеев, да, здесь Хохлов. Вот молодая плеяда тренеров действительно вот сейчас приходит. Тот же Гончаренко взять от ССК. Да, вот я тебе потом уже написал, что он тоже радовался, да. И все сказали, что это было. Да, кстати, тренерские эмоции были очень острые. Я посмотрел сейчас в повторе, с кем там Анжи счет сравнял. А, с Кристос Мадаром. Что у них творилось у Анжи? Да, они же вообще всей командой побежали обниматься в Салавацу. Они выиграли чемпионат мира. Да, я бы им так... Не молодцы, молодцы. Не, Гончаренко, когда мы забили. Гончаренко, да. Гончаренко так вообще чуть ли не к центральному кругу хотел уже... Как преподробно. Я хоть бежать такой, да. Я написал бы, что... Вот за это мы, наверное, и любим футбол этим. Хорошие матчи были. Молодцы, меня, в общем, давайте я закрою эту тему, значит, все немножко настраивают на хороший лад, на концовку чемпионата, что Динамо, конечно, немножко сейчас вот коллектив сыгрывается. У Динамо игры, игры. Да, вот именно сейчас играют. Последние игры у Динамо тоже не подарок. Это и Спартак, это и ЦСКА, Зенит. Ого, там у нас игры-то выигрывают сейчас. Ну что, тогда поедем на ЦСКА. Ну что ж, переходим к следующему матчу. Этот матч вызвал очень много досужих разговоров о том, что Локомотив купил эту игру, перенеся ее на свое поле. Но Амкар под руководством Евсеева доказал о том, что ни команды, ни он не продается. Итак, счет этой встречи. Амкар-Локомотив 2-1. И пускай, ну, я думаю, болельщиков это не смущает, потому что Амкар стоит, да, именно как хозяин, хоть и играли этот матч в Черкизово. Кость, скажи, пожалуйста. Ну, все. Когда-то должно было это произойти. И это, если честно, произошло. И благо, есть такая история с поражением, которое, в принципе, ну, многие предсказывали, что когда-то, да, и должен Локомотив отступиться. И, в принципе, может быть, это и к лучшему, что это сейчас, потому что впереди еще игра с запасом. Очень сложный календарь. Ближайшие игры это Ростов, Ахмат. Это очень серьезный, как бы, выезд. Ну, первая игра дома. Учитывая, что Амкар был на предпоследнем месте, все-таки. Ну, да. Ну, я просто... С Ростовом где играете? В Черкизе, да. Ну, я сейчас на выезде играю. Единственное, что я Амкар, в принципе, помню и по первой игре домашней. И то, что я сейчас видел, это крепкий, боеспособный коллектив. Но здесь, конечно же, я не знаю, что можно сказать по отношению к футболисту Аланаре, который сейчас играет за Амкар. Ну, чудо-го забит был на таком мастерстве, на таком профессиональном уровне, что там чудно, кто бы как бы сделал. Слушайте, ну, это... Котнул между. Ну, давайте быть честно, откровенными. Ну, в чем чудо-гольность, если вообще есть такое выражение? Ну, в красоте, наверное. Ну, в чем? В комбинации. Таких голов, не знаю, по пять штук забивают в любом чемпионате. Да, только не у нас. Почему? И у нас мы забивали. И у таких ЦСКА, Красаков в Барселоне. Прекрасно забил. Я тебе правильно забил примерно таким же. Пять голов в сезон, а где? Вспоминать, кто такой Анар и как он играл в ЦСКА. Ну, кстати, он в ЦСКА. Да, и я их дрожил. Как он, Женька хвалил его всегда. Я всегда хвалил. Не, ну, Анар забил, ну, с пенальти забил. Ну, и вот это вот пяточкой забил. Красиво. Не, ну, молодец. Я же не говорю, что он играл. Он напрягал, он напрягал. У него хорошая техника, я посмотрел. Он мог на себя двух-трех играть. Мог и еще забить в игре, просто там не вошел. Благо, вратарь у нас достойно стоит. А, и тоже, кстати, судья-то ошибся. Мог это... И там, если честно, момент с пенальти, ну, такой очень спорный. Если первый, когда Локомотив бил Фернандеш, ну, там, как бы без вариантов, там, чистый пенальти, то здесь, ну, конечно, так. 50 на 50 усмотрение. Если вратарь ваш сбивает игрока, Амутаровск хватает за ногу его во время там суматохи, а судья... Ну, это, видимо, перестраховался. Судья бывает... Нет, ну, это Лунёв, по-моему, это в игре с Зенитом. А, это я спутал? Нет, нет, это когда он за ногу его схватил. Это Лунёв, пенальти не дали. Была бы абсолютно заслуженная ничья, это там было на последних минутах. Хотя здесь тоже пенальти, по моему мнению, все-таки было. Да, и я послушал, там есть вот футболисты, которые, в принципе, после поражения могут дать интервью у Рыбуси, это вот сейчас действующий игрок московского локомотива. Он сказал, что, в принципе, так чемпион не играет. Хотя, в принципе, ну, непонятно, можно было как-то промолчать, уйти от вопроса. Но, как бы, человек сам себя уже, получается, внутри коллектива накручивает, что, ну, это вот не чемпионская игра, это вот такая вот история. Не знаю, поживем, увидим. Я думаю, Юрий Павлович найдет слова, что и как сказать. Не будем забывать, что были две недели или сколько дней десять, да, на перерыв на сборную. И Миранчуки, мы обсуждали это до этого, что пока не в оптимальной форме. И Фарфан, которую тоже пока нет, как бы, с нами окончательно и до конца тем, кем он был до перерыва большого, крупного. В общем, поживем, увидим. Матч с Ростовом и с Ахматом, на мой взгляд, вот эти ближайшие две, это, скажу так, принципиальные игры и от них многое будет зависеть. С Ростовом, мне кажется, вне всяких сомнений, да, Ростов, Карпин строит эту команду. Ростов сейчас очень амбициозен. Да. У Ростова нет еще ни одной победы. У Ростова сейчас и график тяжелый. Все время. Они играют стопами. Да, да, да. У них и с Зенитом была игра перед этим, ЦСКА, Локомотив. Да, тут, наверное, не поспоришь. Прежде чем мы посмотрим турнирную таблицу, давайте посмотрим, а с кем команды будут играть уже в следующем туре, чтобы понимать, каков будет у нас расклад, да, уже после 25-го тура. Итак, табличку сейчас увидят наши телезрители. ЦСКА, Хабаровск, Амкар. Вот эта вот игра для Амкара очень важна. ЦСКА, Хабаровск, наверное, уже потерял все шансы, да, остаться в премьер-лиге. Амкар как раз может вот за эту победу получить даже больше, чем... ЦСКА будет новый тренер, я думаю. Ну, это я не думаю, что... Это тоже на пару матчей, Сережа. Да, Рубин Ахмат, Зенит Краснодар. Матч, скорее всего, Тура, по крайней мере, по месту, которое занимает команда, там, третья-четвертая, да, Арсенал Уфа, Тосна Урал, Локомотив Ростов. Очень будет интереснейший матч. Анжи Спартак, Анжи Спартак у нас... Тоже на подъеме, слушай. Анжи... Друга интересных матчей. Да, ну и дерби, дерби всея... Москва. Москвы, да. Саратиком. ЦСКА, ЦСКА Динамо. Где сидят болельщики вместе, перемешка, вот это интересно. Мне нравится так, сидят, обнимаются, там... Сейчас еще делаю. Да, Кирилл, что можно ждать от Анжи Спартак, учитывая, что... Я не скажу, что Анжи очень хорошо сыграл с Краснодаром. Да, забили там на последней минуте, но все-таки Анжи будет играть дома. Нет, ну ты видишь, если команда так вгрызается на выезде, они не смирились, они вгрызались. Не смирились, да. Да, что касается Спартака, я думаю, Спартаку будет проще играть на выезде, только в том случае Анжи, безусловно, понесется вперед, если они нас не затопчут в первые 20 минут, если Спартак вот это сдержит, этот эмоциональный порыв, то мы имеем хорошие шансы на победу. Мне кажется, ни одна команда не может затоптать сейчас Спартак. Да почему не может? Именно с скоростями Анжи пойдет в атаку. Думаешь? Обязательно пойдет. Обязательно пойдет. Я думаю, пойдет. Первые 10 минут, 10, может, чуть больше, они пойдут в атаку, и команда физически крепкая, и тут именно физически не сдать. И сыграть организованно. Тогда, я думаю, у нас появятся хорошие шансы на победу. ЦСКА Динамо. Жень, было время, когда ЦСКА не мог победить Динамо? Было 6 лет. 6 лет было такое время. А он считал, считал. Не было, а у меня все записано. Да. Ну, последний матч показывает, что, в общем-то, Динамо не соперник ЦСКА. Что будет на сей раз? Ну, поедемте, поживем, увидим. Поедемте на сей раз. Не, Олег, можно я тоже скажу проехать? Да, верёшь, поехали вместе, поболей. Согласен, да, приглашаешь, поеду. Я думаю, что для меня, вот лично, я хочу посмотреть матч в Лондоне. Арсенал ЦСКА. Вот тогда я пойму, в каком состоянии ЦСКА, в каком состоянии оно придет, и как он выйдет от ЦСКА после этого матча? Это поедешь ты на стадион. Это будет зависеть от того, получится у ЦСКА в Арсенале, да? За спиной у нас стадиончик-то как раз. Что у них получится? 3-0 получить от Арсенала, да? Одно настроение. А когда хорошая игра, это уже другое, естественно, естественно. Скажи, что-таки Локомотив Ростов. Локомотив Ростов, на мой взгляд, это будет тоже очень интересный футбол, интересный матч, потому что Ростов команда ЦСКА, которая себе показала очень в открытый футбол играет сейчас под руководством Карпина. Ну и Локомотив сейчас, в принципе, перед своими болельщиками особо нужно как бы реабилитироваться после обидного поражения над Амкаром. И я думаю, что будут рвать и метать что одни, что и другие, и получится очень интенсивный, такой активный, возможно, с большим количеством забитых мячей футбол. Потому что стадион на Черкизово, как мы все с вами видели, в оптимальной форме сейчас находится. Слушайте, мне кажется, я думаю, будет верно. Да, мне кажется, что 25-й тур вот очень уж хороший получится. Вот прям очень хороший, интересный. Во вторник мы встречаемся на телеканале Видное ТВ, обсуждаем матч 25-го тура, ну и, естественно, обсуждаем игру ЦСКА в Лиге Европы. Ну а пока давайте вспомним, как выглядит турнирная таблица после 24-х туров. Локомотив на первом месте, Спартак на втором, отрыв, казалось бы, 2 очка, вот оно, счастье. Но у Локомотива все-таки есть одна игра в запасе, да, и от этой игры тоже будет очень многое значить. ЦСКА тоже одна игра в запасе, и в случае хорошего результата, да, они сравняются со Спартаком, но не с Динамо, скорее всего, а с Амкаром как раз отложенная игра. Дальше, Зенит-Краснодар, ну... Ну, у Зенита, посмотри, Олег, у Зенита тоже игра в запасе, и это значит, что Краснодар при случае выигрыша ЦСКА-Зенита... Я торвался. ...обещается, Краснодар будет уже в пятерке, ну, как бы, скажем, аутсайдеров. Ну, у нас 5 команд... У Краснодар увольнение, да, вам об этом не сказали, что они в Краснодар будут... Ну, Уфа, Арсенал, Урал, это уже все, скорее всего, да, эти команды решают другие турнирные задачи. Как и с Кахабаровск, в общем-то, да, решает другие задачи. Динамо, мы смотрим на 11 месте, 27 очков, но одна победа, а у них 23, да, одна, и Динамо может взлететь в первую восьмерку, и, по крайней мере, обезопасить себя хотя бы от стыковых матчей. Но, естественно, очень многое будет зависеть от того, как ЦСКА сыграет с Динамо. Ну, и буквально две минуты у нас осталось в эфире, давайте немножко поговорим о Арсенал ЦСКА. Жень, Арсенал, все вспоминали матч в Лондоне, который был, сколько там, 10 лет назад, да, или сколько? Первый матч с Луцкого, да? Нет, первым матч с Манчестером. Арсенал, он, когда Арсенал бил, с метра попадал в штангу, когда... Потом на тренировке бил. Там чего только... Газаев был? Газаев, да. Помните, я еще Даниэль Карвалью забил, я помню. Да, да, да. И, по-моему, если не ошибаюсь, на Черкизовой играли. Да, на Черкизовой. Ответный. Да, если бы тогда... Нет, это была первая игра на Черкизовой, потом был Манчестовой. Это был плей-офф уже тогда, да? Это был плей-офф или это был групповой этап, когда с Арсеналом? Я его сейчас не вспомню, но давайте не будем терять время. Тяжело. Тяжело. Очень тяжело. Потому что мы видим, кто смотрит матч в премьер-лиге, да? Арсенал сейчас Сток выиграл 3-0, а Сток это тоже достойная команда. Это будет тяжело играть. Там кралочек шайпинг. Ну, поедем, будем. Чего ждать там от этой игры? Отбиваться будет ЦСКА? Или все-таки сыграет так, как он сыграл прошлый игрок во Франции? Помните, мы говорили? Вот состояние ЦСКА покажет именно игра с Арсеналом. Хочется посмотреть. Ну, от Нажа тоже нельзя играть с Арсеналом. Нет, от Нажа понятно. От Нажа нет, но с Топором обязательно. Если мы так же будем играть, как играл Локомотив во втором... Есть шанс у ЦСКА выиграть на выезде у Арсенала? Думаю, что нет. Думаю, что есть. Ты один XB, ты скажешь. Ну, что ж, пожелаем успеха ЦСКА. Действительно, соперник нелегкий. Английский Арсенал, который... Ну, правда, сейчас, по-моему, шестое место занимает, да? Газаев сказал, что сейчас не тот Арсенал. Не тот Арсенал. Тот, с которым он играл бы в 10 раз сильнее. Ну, это правда. Но и ЦСКА слабее. Но тренер тот же слабее ЦСКА. С Карвариев, с Вагнером. Нет, сейчас слабее. С молодыми Березунскими. С молодыми Березунскими. Нет, сейчас слабее. Конечно. Пожелаем удачи. Но еще раз напомню, что во вторник мы встречаемся в 20.15 на телеканале и обсуждаем все мыслимые и немыслимые перипетии. Все грани мяча обсуждаем. Мы говорим. Спасибо. Болеем за своих. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова